всем щербет дорогие друзья мне писали в комментариях что фон типа не очень на вот этих вот книжечках все как-то смотрится странно и тяжело рассмотреть детали в самих часах ребят честно я пробовал на черном фоне получается такое себе поэтому вы уж извините будут пока книжечки проткните лучше небо вашим императорским лайком а сегодня на обзоре у нас крайне интересные сейки я их увидел на витрине и сразу задал вопрос говорю слушай богдан скажи мне пожалуйста это же не сейка 5 и явно не присаж или присоич как вам более удобно и тем более не проспекс так что же это он говорит я не знаю помните я вам рассказывал про кварцевые хронографы сейка которые продаются выпускаются лежат себе на витринах даже там в титане и с питанием от солнышка и все у них хорошо и даже мека кварц с плавной секундой но их нет на официальном сайте сейка просто нет все вы заходите я специально проверил все думаю может какая-то новая серия появилась аля сейка классик что-то там нет зашел все те же самые пресейджи там астроны больше ничего не появилось но что же это такое вот сейчас и разберемся куда занесло сейка я кстати забегая на будущее скажу что часики мне понравились поэтому давайте смотреть любители микро брендов пока вы смотрите это видео можете сразу накидать на вскидочку вариантов в комментариях что вы бы купили за 300 долларов какие погани дизайн либо сан-мартин и может вообще айс об скелетон или что-то еще вы бы купили за 300 баксов у китайцев но все-таки видеть надпись сейка у себя на запястье нет не на запястье ну типа вы поняли о чем не на цифер плате часов которые у вас на запястье это поинтереснее чем видеть вы нибудь поганий дизайн либо что-то еще тут каждый конечно для себя сам решает ну я уже даже вот знаете со всем своим вот этим скептицизмом брюзжание вот этим старческим я немножечко где-то в душе крайней левой ногой все-таки остаюсь вот этим часовым романтиком которому да приятно когда на списана на циферблате там свис мэйд или глас хюте которому приятно когда написано но более какой-то интересный бренд вот потому что часы это же не только чтобы времечко посмотреть времечко посмотреть можно и на холодильнике а тут все больше про ну вы поняли короче чего вам объясняю достаем из коробочки на коробочку не обращайте внимания я просто сейчас уже беру первую попавшуюся типа коробой говорит дай мне в любой потому что ну вы же знаете там смотрите особо нечего поэтому коробочка от сейка пятых и был кстати очень похожий ориент там у них моделей понятно миллиард я вам сейчас не скажу но прям вот тоже не из самых последних такой же кругленький такой же вот стиль плюс-минус да ну очень похоже что-то вот у меня дежавю прям смотрим глубокий зеленый циферблат они там есть по моему в четырех версиях крайне мало обзоров почему-то русская и украина и на язычных вообще ну то есть нету просто есть только какие-то западные и то их немного по как-то вот дали люди не особо эта моделька зашла что ли не знаю но 300 долларов в принципе исходя из того что сейчас делает сейкой какие деньги она за это просит или они то это прям ок топ жир за свои деньги и и далее по списку чем не эти понравились они даже где-то альпинистом отдают глубокий зеленый циферблат уже не так набивший оскому как синий более свежо смотрится но скоро и он надоест поверьте будут думать что-то другое и накладные меточки у нас вот такие накладные меточки ну вот в целом а но как бы не выходит из общего рамка часов тире 200 300 долларов здесь нет какого-то залипательного такого циферблата на который можно засматриваться может там уровни какие-то да илья ше нет тут аля вот такой санрей можно сказать солнечные лучи ну просто красивый гладкий циферблат красиво отполированные стрелки красивые метки дата все все здесь очень органично что и надо в принципе часам близким к классике почему же близким спросите вы ну потому что это все-таки не прямо уж такая классика во первых посмотрите на толщину потому что костюмники все-таки ну это двухстрелочник это тонкие часы это с более каким-то элегантным возможно браслетом это такой можно сказать на выход кежуал как бы и в театр можно надеть и под свитер можно надеть в принципе и под рубашку можно надеть но понятное дело не шашлыки жарить на природу дальше давайте смотреть корпус у нас здесь понятное дело из нержавеечки но обработка очень похожа на ориент 3 звезды да ну и в целом кстати вот ну блин нет не хочу я чтобы они были похожи на 3 звезды они гораздо интересней по тактильным ощущениям выглядят интереснее чем 3 звезды ну поверьте на самом деле интереснее чем 3 звезды поэтому тут как бы но вот что-то похожее такое впечатление что в случае вот здесь больше знаете ориент влетел с двух ног в офис сейка и говорит ребят вот у нас моделька есть она бы вам зашла и чертежи так ляп на стол вот как-то так получилось в целом больше вот почему и такое вот какой-то дежавю больше они ориент напоминают чем сейки здесь у нас литой браслет прикольный мне нравится хорошего качества задняя крышка прозрачная механизм 4 р 36 понятное дело но когда мы видим 4 р 36 часах за 300 долларов это нормально когда мы видим как в прошлом видео я объяснял механизм 4 р 36 часах которые стоят в три раза дороже чем вот эти ну почти в три раза то ты такой же чешешь репу и блин какого чёрта но здесь это как бы все хорошо базовый сейковский калибр 20 на 3600 полуколебаний в час запас хода 40 часов стоп секунда ручной завод ну как бы все как надо рабочая лошадка неубиваемая крайние звенья понятно штампованные крышка завинчивается и 10 атмосфер завезли ребят но это прям удивляет зачем здесь 10 атмосфер не это приятно конечно но плавать там них кто будет вот это опять же ответ на вопрос что это ну не совсем классические часы и в пир и в мир и куда угодно друзья застежечка здесь штампованная диаметр небольшой на моей тощей руке смотрятся шикарно гораздо меньше чем вот эти вот сейки которые я ношу кинетике и они тоже смотрятся на моей руке шикарно вот видите поэтому я и не так заморачиваюсь по поводу размера я бы носил любые часы если бы они мне нравились главное чтобы под стиль подходили вот такие пироги друзьям прожимайте ваши императорские лайки а с вами был еще разок с севшим голосом увидимся по океда